Вести Карачаева, Черкесия Карачаева, Черкесия Карачаева, Черкесия Рекордный показатель по дорогам Уложили 173 миллиона квадратных метров дорожного покрытия Всего отремонтировали 30 тысяч километров дорог Построили и реконструировали 1600 километров Заявил заместитель председателя правительства страны Марат Хуснулин Глава Карачаевой Черкесии Рашид Темрезов В своем официальном телеграм-канале написал Что вопреки санкциям строительная отрасль России бьет рекорды Карачаева, Черкесия продемонстрировала лучшие показатели По 16 программам строительства, реконструкции, капремонта объектов Социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры По итогам минувшего года И заняла четвертую строчку в рейтинге субъектов страны В 2022 году в Карачаевой Черкесии Велись работы на 191 объекте Это школы и детские сады Врачебные амбулатории, фоки Дома культуры и поликлиники Особое внимание уделили и продолжат уделять объектам водоснабжения и дорожному строительству Вместе с тем, объемы жилищного строительства в регионе на 30% превысили итоги 2021 года и составили 308 тысяч квадратных метров В малом зале Дома правительства республики Обсудили вопрос создания программы транспортной доступности между населенными пунктами Соответствующее поручение правительства региона дал глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов В рамках прямой линии с жителями республики Для удобства граждан республики информация по регулярным маршрутам Уже размещена на официальных сайтах и на страницах в социальных сетях администрации районов Принято решение расширить список сайтов на информационных площадках На которых актуализируют расписание по регулярным маршрутам автобусов Комментирует информацию заместитель министра промышленности Карачаевой Черкесии Аслан Гедугов У нас срок до конца марта месяца Поэтому и по регулярным муниципальным маршрутам и по остановочным пунктам Нам нужно в течение первого квартала отработать и доложить главе о проведенной работе Данных сроков вполне достаточно и для проведения конкурсных процедур при необходимости Либо, может, какие-то корректировки в существующей графике мы можем нести Делегация из Карачаевой Черкесии во главе с министром сельского хозяйства Анзуром Буташевым Приняла участие в общероссийском форуме развития овцеводства на Северном Кавказе Который состоялся в Минеральных водах Заместитель министра сельского хозяйства Карачаевой Черкесии Хусей Ижаев Рассказала о состоянии овцеводства в республике Отметив, что данная отрасль занимает особое место в животноводстве региона Республика находится в топ-10 лучших регионов страны по разведению овец, занимая пятое место По состоянию на декабрь прошлого года поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий республики Составляет около 1,2 млн голов Рабочая группа во главе с министром туризма и курортов Карачаева Черкесии Расулом Тикеевым В рамках рабочей поездки в Донбай оценила деятельность туристских объектов курортной зоны В период горнолыжного сезона Особое внимание уделено работе пунктов общественного питания на курорте Безопасности эксплуатационному состоянию канатных дорог и использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением В том числе законности расположения торговых павильонов на всех очередях склона горы Мусачтара Результатом оценки деятельности объектов туриндустрии станет разработка и внесение корректировок в план мероприятий, направленный на совершенствование работы туристских дестинаций Отмечено, что министерство активизировало работу по систематизации улучшения качества туристских услуг и обеспечению безопасности на территории туристских кластеров Карачаевой Черкесии В Карачаевой Черкесии успешно продолжается реализация новой программы газификации региона, благодаря которой газовая инфраструктура была доведена до без малого 3000 домовладений, что составляет 123% от плана реализации На 2021-2022 годы Информацию комментирует советник исполнительного директора по связям с общественностью и СМИ акционерного общества «Газпром» газораспределения «Черкеск» Наталья Соленкина На сегодняшний день можно говорить о том, что на 99% мы завершили те планы, которые были на 2022 год по догазификации домовладений, а в некоторых территориях получается работать с опережением графика, например, в Джигутинском районе, в Хабецком районе уже исполняются заявки 2023 года Больницу в станице Кардоникской не закроют. Решение озвучили на состоявшейся встрече жителей населенного пункта с заместителем председателя правительства республики Ириной Гербековой, министром здравоохранения Карачаева Черкесии Казимом Шамановым и главой администрации Зеленчукского района Алексеем Науменко Отмечено, что на 2024-2025 годы запланирована реконструкция поликлиники при этом медицинском учреждении. Работы будут вестись в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Карачаева Черкесии». Кроме того, приобретут санитарный автомобиль, что улучшит качество оказываемых услуг. Гости также сообщили, что уже на следующей неделе в Кардоник отправится поезд здоровья. Почти 200 миллионов рублей вложит компания Россети «Северный Кавказ» в ремонт и техобслуживание энергообъектов Карачаева Черкесии в текущем году. Финансирование по сравнению с прошлым годом увеличат на 7%. План ремонтной программы предусматривает ремонт почти 270 километров линии электропередачи различного класса напряжения. Специалисты также обновят 2400 изоляторов, 630 опор ЛЭП, установят 315 птицезащитных устройств и расчистят почти 65 гектаров просеки в охранной зоне. Недавно в интернете появилась аудиозапись странного телефонного звонка, обеспокоившая родителей и педагогов. Неизвестная представляется по телефону сотрудникам газовой компании и просит ребенка включить газовые конфорки, якобы проверить исправность системы. Некоторые утверждают, что звонки поступают от злоумышленников с Украины, которые таким образом пытаются организовать взрывы многоквартирных домов. В связи с этим сейчас в школах республики с детьми проводятся разъяснительные беседы. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Когда родители проявляют некую бурную реакцию, когда ребенок приходит и говорит о том, что что-то было странное в соцсетях или что-то его напугало, тем самым он, этот родитель, он вот этой бурной реакции отодвигает ребенка. То есть у ребенка возникает ощущение, что мама или папа испугались и завтра меня не допустят к интернету. И тогда он начинает пользоваться интернетом вне стен школы, вне стен своего дома, делает это как бы тайно, и последствия могут быть самыми плачевными. Год педагога и наставника, объявленный президентом страны, начался для педагогов Карачаева-Черкесии вполне успешно. Учитель начальных классов школы номер 6 Черкеска Альбина Гуминская стала лучшей на конкурсе «Педагогический дебют-2023», который проводился в Карачаевой Черкесии впервые. Осенью Альбина Андреевна представит республику на заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в столице России. Учащиеся с 9 по 11 классы Карачаева-Черкесии приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. В мероприятии приняли участие 83 обучающихся. Региональный этап Олимпиады по русскому языку проводился в один тур по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией по русскому языку, отдельно для участников 9, 10 и 11 классов. Длительность соревновательного тура составила 235 минут. Участники должны были продемонстрировать владение нормами русского языка, а также проявить лингвистическую интуицию в решении неординарных вопросов о системе русского языка, его прошлом и настоящем. В художественной школе УСЧГУТЭ проходит выставка изделий русских традиционных промыслов. Посетителей встречают прекрасные и талантливые преподаватели и проводят познавательный и увлекательный экскурс в историю. Более подробно о выставке рассказал директор учреждения Борис Атаев. Если мы с детства не будем воспитывать, потом очень трудно это воспринимать поколению. А для нашей школы проблем в этом отношении нет, потому что по этой части мы работаем очень давно, еще с времен программ Бориса Неменского, и дети с этим знакомятся с первого класса. На базе Карачаева Черкесского государственного университета состоялась встреча авторов проектов, обладателей грантов с советником главы Республики Альбеком Узденовым. Тренинг под названием «Эффективная реализация проектов как социальный лифт» вызвал живой интерес у ребят, для которых эта тема является актуальной. Альбек Узденов подсказал ребятам, как в современных жизненных реалиях идти к достижению конкретных целей, комбинировать выгодный курс действий с учетом различных факторов, координировать свою деятельность для наиболее эффективного и плодотворного продвижения замыслов и дальнейшей карьеры. И в продолжении этой темы в Черкесской сегодня в 15 часов пройдет тренинг «Эффективная реализация проекта как социальный лифт для грантополучателей 2022 года», целью которого является консультация грантообладателей по вопросам осуществления проектной деятельности. Спикером выступит советник главы Карачаева Черкесии Альбек Узденов. В мероприятии примут участие победители грантовых конкурсов, занимающиеся реализацией своих проектов. В пятом ежегодном Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие около 6 тысяч жителей Карачаева Черкесии. Почти 88% из них прошли испытания успешно и получили сертификаты. Кроме того, свои знания в области финансов оценили около 400 семейных команд. Такая возможность у них появилась в этом году впервые. Подробнее расскажет помощник управляющего отделением Банка России по Карачаевой Черкесии Магомед Биджиев. Для школьников одним из самых сложных стало задание по постановке и достижению финансовой цели. Ребятам нужно было отказаться от лишних трат и накопить деньги на новую настольную игру. У взрослых вызвали затруднения вопросы, связанные со страхованием, льготной ипотекой и мерами противодействия маркетинговым уловкам. Каждый участник, успешно прошедший зачет, получил именной сертификат и индивидуальный анализ своих ответов с рекомендациями экспертов. Организатором мероприятия выступил Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Специалисты управления Россельхознадзора ежегодно выявляют несанкционированные свалки на землях сельхозназначения Карачаевой Черкесии. О приоритетном направлении работы ведомства в 2022 году рассказала заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. За 6 лет было выявлено 120 свалок на площади около 30 гектаров. Ликвидировано 85 свалок на площади более 22 гектаров. За этот период идет снижение площадей, выявляемых мест захламления. Если раньше площади захламления, выявляемых свалок, составляли тысячи квадратных метров, то сейчас это сотни квадратных метров. В основном все несанкционированные свалки находятся на земельных участках, которые прилегают к землям населенных пунктов, такие как присельские пастбища, а также это земельные участки, где собственность не разграничена. С начала года специалистами отдела было выявлено 56 свалок на площади более 8 гектаров. Наибольшее количество свалок было выявлено в Прикубанском районе 12 свалок, в Адыгихабрском районе это 9 свалок, и в Карачаевском районе это 6 свалок. Жительница Карачаева Черкесии стала фигуранткой 9 уголовных дел о хищении у инвесторов 3 миллионов рублей. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по республике задержали 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в хищении денежных средств граждан под видом инвестиций в криптовалюту. Предварительно установлено, что злоумышленница в социальных сетях знакомилась с потенциальными жертвами. Во время беседы она предлагала им вложить свои сбережения в цифровую валюту, обещая высокий доход в дальнейшем. Люди соглашались и перечисляли суммы на указанный ею счет. Получив деньги, аферистка приставала выходить с ними на связь, так и не исполнив взятые на себя обязательства. На данный момент установлено 9 потерпевших из Карачаевой Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ленинградской и Калужской областей. В Главном управлении МЧС России по Карачаевой Черкесии сообщили об обстановке с пожарами в регионе с начала года. Комментирует информацию заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельностью и профилактической работы Гульнара Аджикова. На 11 января 2023 года зарегистрировано 23 пожара, тогда как за аналогичный период прошлого года, 11, погибших и травмированных на пожарах не зарегистрировано. Последние дни в Карачаевой Черкесской республике наблюдаются критически низкие температуры, и именно в это время зарегистрирован всплеск пожара в жилье. Так, из 23 пожаров в жилом секторе произошло 17. Рост пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в Карачаевском городском округе, Зеленчукском, Ужжигутинском, Урупском, Малокарачаевском, Адыгихабльском и Ногайском районах. Так, основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем, по данной причине произошло 10 пожаров, и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, по данной причине произошло 3 пожара. В этом году в Карачаеве Черкесии появятся 4 современные многофункциональные спортивные площадки, а также ряд других объектов. В частности, запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Тиберде, 4 многофункциональных площадок в аулах Саратюз и Вакожили, поселках Правокубанском и Заречном, а также строительство площадки ГТО в Ужжигуте. Кроме того, запланирована подготовка документации по реализации строительства объектов спорта в рамках государственно-частного партнерства спортивно-оздоровительного комплекса в Черкесске по франшизе компании «Клеверспорт» и спортивно-оздоровительного комплекса в ауле «Красный Восток», а также по договору о концессии спортивно-оздоровительного комплекса в Карачаевске. За 12 месяцев прошлого года на территории республики проведено более 100 тренировочных мероприятий для спортивных сборных команд Карачаева-Черкесии и 90 физкультурных и спортивных мероприятий республиканского и всероссийского уровня с участием 27 340 человек. В прошлом году 90 спортсменов республики стали обладателями медалей высокого уровня, чемпионата и первенства мира Европы и России. По итогам этих выступлений 85 человек стали кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации по различным видам спорта. Кроме того, 18 представителям региона присвоены почетные звания Мастер спорта России, Мастер спорта международного класса, заслуженный Мастер спорта России, а также 280 спортивных разрядов присвоено занимающимся физической культурой и спортом на территории Карачаева-Черкесии. Завтра во дворце спорта Олимп Карачаевска состоятся соревнования на Кубок Карачаевой-Черкесии по национальной борьбе Тутуш среди юношей, посвященные 60-летию образования органов предварительного следствия МВД России. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем в северных районах порывы до 11-14 метров в секунду. Температура воздуха от 4 до 9 градусов в тепло. В горах местами плюс 11-16, свыше 2,5 тысяч метров, сохраняется лавиноопасность. В Черкесии без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы достигнут 14 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 6 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия. До новых встреч!